Всех приветствую, меня зовут Екатерина Андросова, я веду онлайн занятия по йоге на сайте asanaonline.ru Многие занимающиеся обращаются с вопросом по балансовым асанам и предлагают сделать специализированную практику, специализированный блок на это направление. Поэтому сегодня наша практика будет направлена на освоение, на выполнение балансов. Я буду показывать различные варианты как для самых начинающих, так и для тех, у кого уже баланс получается относительно нормально, но чувствуется некоторая нестабильность. Напомню, что долгое удержание балансов не рекомендуется при варикозе. Если есть тенденция к развитию варикоза, то желательно выполнять небольшие подходы, делать постоянно расслабляющие и раскрепощающие движения и долго не фиксировать. Для начала работы с балансами вам могут понадобиться такие приспособления, как кирпичи. Если особенно у вас пока еще не развита гибкость, вы не можете до пола доставать с прямыми ногами. Я буду также показывать элементы с кирпичами, но вы всегда можете от них отказаться и опираться на пол. Если у вас нет кирпичей, вы можете придумать какие-то дополнительные приспособления, например, книги или какую-то другую ровную опору. И кирпичи лучше сразу расположить с двух сторон над ковриком. Я расположу горизонтально, это средний вариант. Если у вас пока еще не высокая гибкость, вы можете расположить вот таким образом вертикально. Если же вам кирпичи совсем не нужны, вы можете их убрать или положить вот таким образом. Мы присаживаемся с вами на пятки ног, круговым движением плечи уводим назад, упираемся в пол и откатываемся назад. Колени поднимаем вверх, опускаем вниз. Далее колени разводим широко и перекатываемся с одной стопы на другую. Хорошо, колени сводим вместе и снова откатываемся назад, немного фиксируем. Если стабильно держите это положение, руки в на мосты. Вдох, выдох. Аккуратно вернулись. Выходим в положение стоя. В этом положении руки на пояс, стопы расставляем на ширину таза. Перекатываемся с одной стопы на другую. Далее вперед и назад. Правую ногу помещаем на носочек и делаем круговые вращения в одну сторону. В другую сторону. Правая стопа на полу, левой ногой в одну сторону. И в другую сторону. Хорошо, этой небольшой разминки для стоп вполне достаточно. Если у вас жесткие колены, тазобедренные суставы, вы можете также добавить разминку для них. Например, сделав вращения в коленях, вот такие, в одну-другую сторону, несколько подходов. И в тазобедренных суставах также можно добавить суставную гимнастику. В одну сторону, в другую сторону. И также на вторую ногу. В одну сторону, в другую сторону. Мы сейчас это делать не будем. Но если вы знаете за собой закрепощение, то можете добавить в свои занятия еще такую разминку. Итак, стопы вместе. Тадасана. Поза горы. Круговым движением мы вели плечи назад. Подтянули молабандху. Мышцы таза во дна подтянули вверх. Выпрямили руки в локтях. Пальцами рук вытянулись к полу. Макошка вытягиваемся вверх. Прикрыли глаза. Сделали вдох. Выдох. Пальцы ног приподняли. Расправили максимально. И аккуратно опустили на пол. Увеличили поверхность стопы, которая соприкасается с полом. Всегда, когда вы будете терять баланс, чувствовать нестабильность. Старайтесь отстроить это положение. Положение тадасны. Это положение стоп. Возможно, вы сейчас чувствуете, что ваши стопы увеличились. И баланс будет держаться легче. Левая нога опорная. Правое колено потянули к груди. На несколько секунд еще ближе к груди. И аккуратно вернули в исходное положение. В этом положении носочек правой ноги вверх-вниз. Левая нога прямая. При этом коленная чашечка левой ноги подтянута. Из стороны в сторону. И вращение правой стопы в одну сторону. В другую. Хорошо. Стопу полностью расслабьте. Можете прошевелить из стороны в сторону. Спина прямая. Носочек от себя. Левую руку оставили захват. Правую руку вытянули вверх. В этом положении сделали вдох. Выдох. Вернули правую руку. Сделали захват правого колена. Левую руку вытянули вверх. Вдох. Выдох. Далее правую ногу уводим в сторону. Нога согнута в колене пока. Левую руку уводим в сторону. Левая кисть натянута на себя. В этом положении вдох. Выдох. Если уже чувствуете, что теряете баланс, вы можете отдохнуть немного. Если есть силы, идем дальше. Правая пятка к ягодице. Колени держим вместе. В этом положении вдох. Выдох. Выдох. Хорошо. Опустили правую ногу. С левой ноги снимаем напряжение. Напряжение мы будем с вами снимать вот такими перекатывающими движениями. Или же вы можете приподнимать ногу и делать вращение из стороны в сторону. Также будем всегда добавлять перекаты на двух стопах, чтобы равномерно у нас стопы развивались. И вперед-назад. Еще раз вместе. Увели плечи назад. Копчик довернули вперед. Подтянули мышцы тазового дна. Выпрямили руки в локтях. Снова тадасана. Пальцы ног приподняли от пола. Расправили. Опустили вниз. Вдох. Выдох. Дышим носом. Хорошо опорная нога правая. Левое колено согнули, подняли вверх. Подтянули ближе к груди. Вернули в исходное положение. Носочек левой ноги вверх-вниз. И стороны в сторону. И вращение левой стопы в одну сторону. В другую. Хорошо. Полностью расслабили стопу. Пошевелили из стороны в сторону. Носочек от себя. В этом положении вдох-выдох. Левую руку оставили захват. Правую руку вверх. Аккуратно меняем положение. Левую руку вытягиваем. Вернули левую руку. Ввернули левую руку. Увели левое колено влево. Правую руку вытянули в сторону. И натянули. Направили кисть на себя. В этом положении вдох-выдох. Еще одно движение нам осталось в этой связке. Левую ногу уводим назад. Пятку к ягодице. Руками притянули стопу. И в этом положении вдох-выдох. Вернули левую ногу. Сделали несколько движений правой стопой. Далее перекаты вперед-назад. И стороны в сторону. Вообще такая суставная гимнастика для стоп очень полезна в любом случае. Причем варикоз даже если есть или есть тенденция. Вот именно такие раскрепощающие движения, они всегда показаны. И очень показана суставная гимнастика для стоп в перевернутом положении. Хорошо. Далее мы переходим с вами ко второй связке. Настраиваемся, добавим полное яговское дыхание. Отстроили положение ног. Подтянули коленные чашечки. Еще раз приподняли пальцы ног. Расправили широко и опустили на пол. Ноги стабильные. Подтянули мула-банху. И полное яговское дыхание. Через стороны руки вверх-вдох. И через стороны руки вниз, выдох. Еще раз вытянули руки вниз. Левая нога опорная. Правое колено подтянули. Подтянули ближе к груди. Опустили ногу. Облегченно вы остаетесь в этом положении. Можете добавить также вариацию с рукой. Правую руку увести в сторону. Если же гибкость позволяет, захватываем большой палец правой ноги и пробуем выпрямить ногу. Это первый вариант. Второй вариант. Ногу выпрямляем. Левая рука на поясе. В этом положении выполняем вдох. Выдох. Далее. Второй вариант. Утхитхаста поднгуштхасны. Вытягиваем ногу в сторону. Или согнутую в колени. Если предыдущий вариант вы выполняли пока с согнутой ногой. Или выводим ногу в сторону. Этот вариант можно также осваивать с согнутой ногой. Удерживать. Или все-таки ногу выпрямляем. В этом положении вдох. Выдох. Аккуратно правую ногу вводим назад. Пятка к ягодице. Колени вместе. Вытянулись. Убрали поясничный прогиб. Удерживаем ногу двумя руками. Пробуем подавать корпус вперед. Опорную ногу можно присгибать немного. Наклоняемся до того момента, какой для нас доступен. Стремимся тело выстроить в одну прямую. Параллельную полу. И аккуратно возвращаемся. В крайнем положении вы всегда делаете один цикл дыхания, а потом возвращаетесь. Хорошо. Правую ногу опустили. Снова с опорной ноги снимаем напряжение. Перекаты. И стороны в сторону. Контролируйте, чтобы стопы не сводило. Если раньше вы не делали такую специализированную практику для стоп, на балансе, то начинайте постепенно. Если чувствуете, что в какой-то момент сводит, то больше отдыхайте. Еще раз стопы вместе. Отстроили тадасану. Выпрямили ноги. Пальцы приподняли. Опустили. Плечи увели назад. Убрали поясничный прогиб. Выпрямили руки в локтях. Вдох. Выдох. Хорошо. Правая нога опорная. Левое колено подняли. Притянули ближе к груди. И вернули в исходное положение. Остаетесь здесь. Если пока еще не готовы идти дальше, левую руку можно вытянуть в сторону и зафиксировать. Если хотите пробовать, выпрямляйте левую ногу. Утхида хастапангуштхасна. Захватили большой палец левой ноги. И попробовали вытянуть перед собой. Зафиксировали. Если есть гибкость для этого положения, то выпрямляем ногу. В этом положении вдох. Выдох. Аккуратно движением левую ногу уводим в сторону. Тоже можно присогнуть ногу в колене. Или даже в таком положении оставить ногу согнутой. В вашем крайнем положении. Вдох. Выдох. Аккуратно согнули ногу. Увели назад пятку к ягодице. Вытянулись. И из этого положения пробуем уходить вперед. Пятку держим прижатой к ягодице. Опорное колено можно присгибать. Уходим вниз аккуратно. В крайнем положении один цикл дыхания. Аккуратно возвращаемся. Ногу опускаем. Положение непростое. Если первое время вы будете терять баланс, не переживайте. Обязательно наступит тот момент, когда вы и опуститесь, и подниметесь, не теряя баланс. Здесь у нас как раз с вами есть возможность для тренировки и проявления терпения. Хорошо. Пусть ноги немного отдохнут. Стопы вместе. И еще раз. Руки вверх через стороны. Вниз. И еще раз вверх. Давайте немного вытянем позвоночник. Вытягиваемся. Право-влево наклоняемся. Хорошо. Вытянулись руками вверх. Руки выпрямили в локтях. И поднимаемся на носочки. Пятки выше. Опускаемся вниз. И еще раз. Поднимаемся на носочки. Пятки выше. Опускаемся вниз. Третий раз. Поднимаемся. Аккуратно опускаемся. Опустили руки. Принаблюдайте ваши стопы. Если вы чувствуете закрепощение, может быть, сделайте небольшой перерыв. Если все хорошо, готовы идти дальше, то стопы вместе. Увели плечи назад. Лопатки направили друг к другу. Выпрямили руки в локтях. В этом положении вдох. И снова левая нога опорная. Правое колено согнули, подтянули. Подтянули выше. И опустили. Левую руку поместили на правое колено. Правую руку вытянули в сторону. Аккуратно движение. Правую руку уводим назад. Взгляд направляем на правую кисть. Для большей осознанности добавляем джняни мудру. Указательный большой палец вместе. Держим это положение. Несколько циклов дыхания. Кому легко удается, или кто уже освоил это положение. Захватываем правую стопу. И вытягиваем ногу перед собой. Сохраняем при этом положение скрутки. В этом положении выполняем цикл дыхания. Вдох. И выдох. Аккуратно согнули ногу. Аккуратно вернулись. И правую ногу уложили чуть выше левого колена. Руки в намасте. Присаживаемся вниз. Аккуратно опускаемся. Стараемся грудную клетку направить к голени. В этом положении вы можете попробовать руки в эти стороны. Кистью в джняни мудру. И стараться грудную клетку опустить еще ниже. Из этого положения аккуратно возвращаемся. И возвращаем правую ногу. С опорной ноги снимаем напряжение. И стороны в сторону. Стопы вместе сделали несколько перекатов. И стороны в сторону. Вперед-назад. Хорошо. На вторую сторону также настраиваемся. Очень важна стабильная основа, откуда вы начинаете практику. Если у вас тадасана не отстроено, не освоено, то балансы тоже будут шатки. Итак, выпрямили руки в локтях. Вытянулись в одну линию, как струна. Пальцы приподняли, расправили, опустили вниз. Сделали вдох. Выдох. Правая нога опорная, левое колено к груди. Вернули. Левая рука в сторону. Кистью в джняни мудру. Аккуратно ввели левую руку влево. Держим несколько циклов дыхания. Кто идет дальше, захватили внешний край левой стопы. Выпрямили ногу. Держим это положение. И один цикл дыхания. Ровный вдох. Выдох. Хорошо, аккуратно вернулись. Левую ногу поместили чуть выше правого колена. Руки в намасте. Начинаем опускаться вниз. Руки в стороны. Кисти на себя. Опускаемся ниже. Хорошо, аккуратно возвращаемся. Возвращаем ногу. Снимаем напряжение. Перекаты. Вперед-назад. Хорошо, далее, чтобы снять немножко и разрядить обстановку с ногами, мы делаем один небольшой наклон. Расслабляемся. Сначала прогибаемся в грудном отделе, выполняя вдох. Выдох-наклон. И пальцами рук тянемся вперед. Если у вас кирпичи, то к кирпичам. Если вам не актуальны кирпичи, то кладем руки на пол. Расслабляем полностью шею. И здесь продолжаете перекатываться на стопах. С внешней на внутреннюю поверхность. Далее на носочки. И откатываемся на пятки. И просто зависаем, расслабляемся. Здесь у нас нету... Здесь нет необходимости выполнить очень глубокий наклон. Просто расслабляетесь и свисаете вниз. Дайте возможность ногам вытянуться. Отдохнуть немного. У нас еще несколько подходов будет к балансовым асанам. Сделайте, пожалуйста, еще три цикла дыхания. Дышим животом. И после третьего цикла мы начинаем аккуратно подниматься. Сначала параллельно полу. И потом в положение стоя. Хорошо. Стопы вместе. Круговым движением плечи вели назад. Левая нога опорная. Правое колено груди вытянулись. И правую ногу укладываем в положение в рикшасаны. Правое колено вправо. Раскрыли грудной отдел. Руки в намасте. Если это положение легко получилось, руки над головой. Но так, чтобы плечи не поднимались вот таким образом и не зажимали уши. Поэтому, если вы знаете, что у вас пока плечи не раскрыты, такая тенденция есть, лучше руки оставьте в намасте. Взгляд перед собой. Подышите, пожалуйста, в этом положении. Вообще, с позой дерева в рикшасане есть сложности у некоторых ребят. Я это знаю. Если у вас сложности, вы можете держаться за стену первое время и привыкать. Очень важно здесь сосредоточиться, сконцентрироваться на дыхании. И вы почувствуете очень уверенную стабильность. Если не хватает гибкости, чтобы ногу поставить на внутреннюю поверхность бедра, вы можете поставить ногу ниже. Иногда даже ногу ставят на голень. Вот в таком положении. И положение в рикшасане, позы дерева, с точки зрения физиологии, помогает нам преодолевать проблемы внутренней поверхности бедер. Если у кого-то есть тенденция, что там скапливаются лишние отложения, вот считается, что в рикшасане, если выполнять ее должным образом, когда вы хорошо напрягаете, выталкиваете левое бедро, выталкиваете левым бедром правую стопу, у вас очень хорошо укрепляется внутренняя поверхность бедер. Если вы легко уже выполняете в рикшасане, пожалуйста, прикройте глаза на несколько секунд. Далее открываем глаза. И делаем следующее упражнение адха-бадха-падматтанасана. Если вы еще лотосы не выполняете, тогда останьтесь на несколько секунд еще в рикшасане, в позе дерева. Если идете дальше, правую ногу поместили в лотос, в полу-лотос, адха-падматтанасана. Правой рукой попробовали сделать захват правой стопы за спиной. Если это не получается, можете также руки оставить в намасте. Если получается, то делаем захват. Хорошо. Кто идет дальше? Левая рука вверх. Можно поставить в этом положении или попробовать сделать наклон. Опускаете левую руку на пол и старайтесь наклониться как можно глубже. В крайнем положении делайте один цикл дыхания. Вдох. И выдох. Поднимаетесь таким же образом, присогнув левое колено. Уходите вверх. Выпрямляетесь. Левую руку в намасте. Поднимаете вверх. Руки в центр. И аккуратно освобождаете правую ногу. Снимаете напряжение. Хорошо. Далее такая же свежка на вторую сторону. Мы с вами настраиваемся. Сразу готовите стену. Если вы занимались, у вас с левой стороны была стена, теперь встаньте так, чтобы у вас справа была. И левое колено груди. Укладываем левую ногу в аврикшасану, позу дерева. Хорошенько распределяем нагрузку. Вес в центр стопы. Руки в намасте или над головой. Фиксируем на несколько циклов дыхания. Для кого в аврикшасане уже освоено очень хорошо, прикрывайте, пожалуйста, глаза на несколько секунд. Это тоже можно учиться делать с опорой на стену сначала. Потом руки в намасте держите. И потом начинаете на несколько секунд прикрывать глаза, открывать, прикрывать, открывать. И в какой-то момент вы будете прикрывать глаза на период дольше времени, чем вы открываете. Например, две секунды держите с закрытыми глазами, одну секунду с открытыми. Попробуйте таким образом. И идем дальше. Кто пробует выполнять ардха-бадха-падматтанасану, левую ногу уложили в полу-лотос. Левую руку подняли вверх, увели назад, постарались сделать захват стопы. Правую руку поднимаем вверх, опускаем в груди, начинаем аккуратно опускаться вниз. Уходим в наклон, фиксируем один цикл дыхания, вдох, выдох. Начинаем возвращаться. Сгибаем ногу. Намасте. Вверх. Правая нога уже прямая. Руки в намасте. Левую ногу отпустили. Далее мы раскрепощаем ноги. И остался у нас один подход, одна связка балансовая. Пожалуйста, потерпите. И продержите до конца. Силу вам для того, чтобы выдержать эти легкие аскезы, легкие дискомфорты для тела на коврике. Итак, стопы вместе. Ввели плечи назад. Вдох, выдох. Хорошо. Левая нога опорная. Правую ногу сгибаем в колени. Потягиваем пятку к ягодицам. Далее правой рукой сделаем захват за голень. Слегка наклоняемся вперед. И начинаем правой голенью оттягивать руку назад. Стараемся грудную клетку сохранять развернутой в центр. Носочек правой ноги от себя. Это помогает нам больше отталкиваться и отводить голень назад. Левую руку вперед. Натараджасана. В этом положении цикл дыхания. Вдох. Выдох. Аккуратно. Руки в намасте. Правую ногу вытянули. Ушли в вариацию третьей виробхадрасаны. Закрыли таз. Руки поместили или на кирпичи, или же на пол. Очень хорошо. Далее. Будьте внимательны. Левую руку мы оставляем на левом кирпиче. И желательно кирпич ставить не четко впереди левой ноги, а чуть левее. Раскрываем таз. Носок правой ноги по-прежнему на себя. Правую руку вытягиваем вдоль ноги. Далее правую руку поднимаем вверх. Адхачандрасана. И если стабильно стоить, это взгляд вверх в потолок. В этом положении вдох. Выдох. Аккуратно вернулись. Закрыли таз. Второе положение немножко сложнее. Приврита ардхачандрасана. Тело оставили параллельно полу. Правая рука на правом кирпиче или же на полу. Правый носок по-прежнему на себя. Скрутили корпус. Левую руку подняли вверх. В крайнем положении вдох. Выдох. Аккуратно вернулись. И далее. Если получается, руки на пол или на кирпиче, но кирпичи тогда подвиньте к себе поближе. Вот таким образом. Правую ногу поднимаем выше. У кого получается, сделайте захват левой рукой левой голени. Экопадасана. Носочек от себя сейчас. Аккуратно вернулись. И опустили правую ногу на пол. Здесь отдыхаем. Свисаем в наклоне. Руки в локтевой замок. Шея расслаблена. У кого свободные наклоны уже получаются, то захватили себя за голени и вытянулись в уттанасане. С круглой спиной поднимаемся. Снимаем напряжение со стоп. Вперед-назад. Хорошо. И осталась такая же связка на вторую сторону. Все настроились. Увели плечи назад. Пальцы ноги приподняли. Опустили. Вдох-выдох. Правая нога опорная. Левая нога согнута. Пятка к ягодице. Левой рукой оставили захват. Прогнулись к ротному отделе. Правую руку вытянули вперед. И вышли в ваш вариант дараджасны. Левый носочек от себя. Стараемся таз закрывать. В этом положении вдох. Выдох. Далее руки в намасте. Выходим в третий вариант виробхадрасны. Руки на пол. Таз закрыт. И артха-чандрасана. Правая рука осталась на правом кирпиче. Раскрыли таз. Левый носок по-прежнему на себя. Пятка толкает стену сзади. Левая рука вдоль корпуса. Не провисайте на правой руке. Левую поднимаем вверх. Взгляд вверх в потолок. Если хорошо, стабильно держите. И сохраняйте тело выстроенное в одну прямую. В этом положении вдох. Выдох. Вернули корпус в исходное положение. Приврита артха-чандрасана. Здесь постарайтесь, пожалуйста, подготовить тело. Проверьте все варианты. Все моменты отстройки. Левая рука осталась на кирпиче или на полу. И правую руку мы поднимаем с вами вверх. Желательно, чтобы левая нога у нас была параллельно полу. Носочек левой ноги на себя. В этом положении вдох. Вернули правую руку. Далее левую ногу поднимаем выше. Опора или на кирпичи, или в пол. Левую ногу поднимаем вверх. И носочек от себя тянем. Вытягиваемся вдоль правой ноги. Если получается, делаем захват правой рукой за голень и вытягиваемся дальше. Опустили левую ногу. Еще раз опускаемся в наклон. Или локтевой замок, или захват за голень. Из этого положения начинаем аккуратно возвращаться. Сначала параллельно полу. Потом вверх. Делаем снова раскрепощающие движения для стоп. И это небольшая специализированная практика. По освоению балансов предлагаю завершить расслаблением. Если вы уже завершаете и пора бирать по делам, пожалуйста, сделайте какую-то перевернутую асану. И далее побудьте в шавасане позе отдыха. Если идите с нами, то выполним випарита карани с использованием кирпичей. И расслабимся под поющую чашу на спине в позе шавасана. Мы ложимся на спину. Под таз подкладываем кирпичи. Выбираем положение таким образом, чтобы у нас не было никаких дискомфортных ощущений в области позвоночника. Чем выше будет таз, тем будет сложнее. Чем ниже таз, тем легче. То есть для людей с избыточным весом, например, или кто только начинает заниматься, достаточно одного кирпича. У кого уже есть небольшая гибкость, можно поместить два кирпича. И кто хочет сделать совсем сложный вариант, кирпич можно поставить вертикально, подместить под таз и остаться в этом положении. Зафиксировать. Я сегодня покажу с двумя кирпичами. Более стабильная опора. Хорошо. Руками вы придерживаете кирпичи, старайтесь локти, лопатки, плечи свести поуже. Вес переносим в плечи. Поднимаем левую ногу вверх. Балансируем. Поднимаем правую ногу вверх. Хорошо. Вот в этом положении мы с вами остаемся. Если вам тяжело стоять очень долго в этом положении, вы делаете следующее движение. Стопы на себя, от себя. Такие упражнения увеличивают венозный отток. Очень хорошо их делать перед сном, в завершении дня. Так же, как компенсация для балансовых асан. Далее стопы развели. На ширину таза делаем вращение стопами внутрь. В другую сторону. Хорошо. И стопы соединили. Сделали еще три цикла дыхания. В этом положении выполняем вдох. Дышим животом. Выдох. Еще один цикл. Вдох. Выдох. И третий цикл. Вдох. Вдох. И выдох. Хорошо. Также по одной ноге аккуратно опускаем стопы. Убираем кирпичи. И выходим в положение отдыха. Стопы на полу. Выпрямляем ноги в коленях. Руки располагаем по 30 градусов к корпусу. Полностью расслабляем тело. И еще некоторое время побудьте, пожалуйста, в положении лежа. Прислушиваясь к вибрации поющей чаши. Присаживаясь к вибрации по 30 градусам. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...